Отдам номера на дверь в квартиру, муж заказывал 110, ему прислали 101, кто-то пишет, квартиру поменяй и все. Бля, сука тупый. Тупори. Это же можно. Ты нам перебану. Рыбаков больше, чем рыбы. Припишет, между нами тает лед, МЧС нас уже не найдет. Четверо мужчин из Мичигана арестованы за вождение в нетрезвом виде. А не машины, а лошади с повозкой. Кто-то пишет, они похожи на деревенских жителей в Шреке или на NPC-шников в любой онлайн-игре. Вообще, какие-то карикатуры на людей. Приходят мужчины в мотоцикл. Что? А дальше кто-то пишет, а бармен им и говорит. Кто-то еще пишет, до 18 лет не наливаем, блин, что за фигня? Ну, это название корки, приходят... Так как я сегодня не стал тит скидывать, ты, наверное, это видела. Когда в этом, типа, на пикабу, походу, кто-то пишет, говорит. У меня так, говорит, девушка жила полгода, платила мне пирожками и сексом. И внизу комментарий. Я вообще-то думала, что мы встречаемся и ты на мне женишься. Мужчины в мотоцикл. Дайте, пожалуйста, пару штук приходят мужчины в мотоцикл. Мама, почему ты никогда не носишь одежду, которую я тебе покупаю? Одежду, которую покупает мама. Я. Какой порой в Wi-Fi? Друг, посмотри на обратной стороне роутера. Обратная сторона роутера. Лео, ты это завязывай с салатами. Пишет. Зато теперь есть отмазка, что я выгляжу как Лео. Да, друзья, всем здорово, меня зовут Макс, в этом ролике мы с вами будут миматься, и еще я пишу книжки в жанре фантастика, апокалипсис. Книжки, наверное, неплохие, но вы не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а мы промотаем рекламку. Самый главный витрине. Продолжаем мимасить. Кто-то, ты бы согласился целый год говорить только цитатами из мимов за один миллион долларов? Я. Ах ты собачий сын, я в деле. Люди, которые... Мог бы сказать и сукин сын. Сука не является матом. Ну да. Родятся в 2020 году, смогут увидеть трехтысячный год. Когда им будет 80? Это просто удивительно. Ага, ага. Да, конечно, конечно. Наш охотник. Видел раз... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сука, я же сначала затупил тоже. Будет же 2100. Ну, повелся, повелся. ...добыча у котов, но зайца никогда. Как он его поймал? Для меня до сих пор загадка. Кто-то пишет, вы кота своего за спину себе не подпускайте. Так, на всякий случай. В смысле зайца? А змея не лучше? А че, у меня кот живую притащил ласку? Размером почти с себя. Нормально. Как бы змея отпор может дать, в отличие от зайца? Хотя зайц... Я не знаю, зайц может отпор дать? Как чувствую? Накинется и изнасилует. У тебя девушка, когда вы говорите им, ты так похожа на своего отца. Сиетическую колу, пожалуйста. Это пишет, я поправился на 2 кило, только посмотрев на это фото. Это пицца похожа на пиццу моей мамы. Только смотри, там еще между слайами картошки слой фарша. Ну, русская пицца. Примерно как у моей мамы. На моих похоронах возьмите из моего гроба букет и бросьте его в толпу. Чтобы узнать, то будет следующая прикольная надпись на ковте. Когда приходишь на работу после новогодних праздников и не понимаешь, что вообще входило в твои обязанности? Кто-то пишет, я еле вспомнил, что у меня вообще есть работа. И то, потому что мне позвонило начальство. Не, потому что ты понял, что тебе жрать нечего, денег нету. И такой, блин, может у меня работа была. Купили на барахолке черепашку. Кто-то пишет, тот самый момент, когда завел питомца, который переживет тебя, детей, внуков, правнуков и праправнуков. Ну да. Как он такой, держит ее? Она же весит, наверное, килограмм 30 точно. Ну, в смысле, спала, не спала. Когда в качалке пропускал день ног. И день рук, и день всего. Ага. Да, ты помнишь, я тебе кидал, типа, парень и девушка ходили вместе в качалку на протяжении какого-то времени. Устал я снаружи. Причем он стал толще, чем был изначально. Чуть в Москве и не тратить огромные... ...деньги на аренду квартиры. Не, невозможно. Я трачу 70 тысяч на аренду квартиры в месяц. Тут по-другому нельзя. А-а-а. Бездомный купил абонемент и арендовал шкафчик круглосуточный в фитнес-центр за 11 тысяч рублей. Дожил в нем. Мэлси спал, занимался спортом, но в один прекрасный момент администрация аннулировала его абонемент за якобы нарушение правил. У него нашли в ящике алкоголь. Никакие протоколы о вскрытии. Бездомный не подписывал. Тогда он пошел в суд и... ...отсудил у фитнес-центра 140 тысяч рублей. Тебе не придется платить за квартиру, если ты будешь жить в шкафчике фитнес-центра. О, господи, а если бы они вскрыли мой шкафчик, вы у меня рамен нашли. Меня бы вообще посадили. Потому что я хожу в зал и им рамен. Ну, как бы вообще, да. Какого хрена, что за херня. Ну, да. Был у него алкоголь в шкафчике. Что им... Блядь, то есть он зашел в магазин, купил алкоголь перед этим, пришел, положил его, не пил. Я другую версию видела. Потому что он там бухой валялся и грязный. Он там держал какой-то мусор в этом шкафу. Ну, я видел вообще не расписанную версию, а просто, что он жил там и все. И не мылся, про это ничего не говорили. Кавчик для каждого члена своей семьи. Для двух собак, отдельно для черепахи. И мы там все будем жить, но это, блин, в те же деньги выйдет. Да, для муравьев еще. Для каждого отдельно. Не, в Москве квартиры... Спасибо за подписку. Эдриан. Реально стоит просто эта жопа какая-то. Это... Нет. Очень неудобный вариант. Тогда узнала, что в этом десятилетии тебе исполнится 30. Пишет, блин, а мне 40. Снимки Сатурна, который на расстоянии 1,28 миллиардов километров от нас. Где-то на земле. Вы не видели этого человека, да? Или типа разыскивается? Кстати, забавно, у него, смотрите, какой шестиугольник. А НЛО так снимают. В недавних времен что-то подзамолчали про НЛО. Потому что уже никто не верит, что нельзя снять высококачественно его. Но, тем не менее, люди фотки нормальные не могут делать. На макушке у него. До сих пор ученые точно еще не определили, кстати говоря, почему так получается. Ну, там есть гипотезы, но точного мнения пока еще нет. Городка о моих навыках выполнения рабочих задач. Тут пишет, ключевой параметр варвара. Сила, а неловкость. Самый раз для наших дорог. Если вам лень писать, вы просто вспомните, что жена Толстого переписывала войну и мир 4 раза. Ну да, но она, наверное, за это бабла срубила немерено. Ну, когда ее муж стал знаменитостью. Хотя он до этого был графом богатым. Ну, не знаю, тогда ладно. Умного человека обокрасить непросто. МММ вкусняшка. МММ. Это МММ. Мавроди. Отсылочка. Кофе с кошачьим дерьмом. 8 юань. Сука. Где рыба? Польского вини Пуха зовут. Кубуш Пухотек. Его дом называется Хатка Пухатка. Ага, так. А что у него там Хачек Пухачек? Ну, вот он. Кубуш. А, а почему мы наших котиков тогда Пухачеками называем? Ну, потому что там неправильно прочли, скорее. Либо я неправильно прочла. Это называется Хатка Пухатка. Так, Блэд. Кто-то пишет, я уже боюсь запятачка. Да, интересно. Кстати, говорят, я тут не допытался смотреть мультики на польском. Это реально угарно. Я хочу завести попугая, научить его говорить только эти 4 фразы. Я скучаю по своим рукам. Никогда не нарушай клятву, которую ты дал ведьме. Есть только один способ снять это проклятие. Я просто хочу снова обнять своих детей. Это кошачий с Элем получится. Кошачий? Попугающий. Ой, попугающий с Элем. У меня мозг спекся. Это было бы угарно, кстати. Летом этого года одна компания предлагала храбрецу тысячу долларов, который проведет неделю с телефоном-раскладушкой. Пишет. У меня дед уже лет 15 ходит с обычным кнопочным Сименсом. Где его тысячи долларов? Вы удивитесь, но летом прошлого года мне жена подарила Honor Huawei 9. Или Huawei Honor 9. Я не помню, как правильно. И до этого я ходил с Самсунгом. Как он? Лафлер кнопочный. И мне вообще было по барабану. Пофигу абсолютно. Точнее, нет. Не прошлого года. Позапрошлого получается. Уже же Новый год наступил. Че я несу? А я историю браузера удалил. Чувак, не паникуй. Да уже не важно. Если... Уже не важно все. Позно. Позно паниковать. Но не поздно молиться. Никогда, наверное. В Купчино сыграли в снежки. Бильярдными шарами. Проигравшего увезли в реанимацию. Топ-10 зимних забав, вышедших из-под контроля. Пиздец. Ранели подарили Apple Watch. Ну да. Оригинальный стёб. Геральт. Его меч. Попишет. Как мне теперь это развидеть? Ну просто веселый меч. Весело рубят людей. Когда твой младший брат клепнул из стакана деда и отъехал в астрал. А ты проверяешь, не сдох ли он там под столом. Малый, ты как там? Намана. А чё это он? Смотрите, в макаронах лежит как будто. Или что это там? Волосы чьи-то. Ладно, не хочу в это погружаться. В эти подробности. Книги нужно читать. Правильно. Макса Максимова по карьесу. Скуби читайте и на Марсе. Ещё у меня новая книга. Скоро выйдет? Скоро. В апреле, наверное. Ой, да, сдались мне ваши книги. Кто их вообще сейчас читает? Две лет спустя. Ну чё там? Эт самое короче. Эт, ну, эт. Ну, кстати, да. Речь может сильно попортиться. Ну, типа, это, если это, короче, это книги, ну, это, короче, типа, это... Ну, я замечала, что те, кто нормальный отличный книг, читают более-менее. Я, бабуль, я не могу... В принципе, читают у них разнообразнее. Лексикон. Наверное. К сожалению, это так и есть, но ты, блядь, надо осознание сделать. От того, что ты, как долбоёб, засидишься сейчас, ты встанешь на следующий день позже и просрёшь больше времени там. Либо не выспишься и будешь чувствовать себя как кусок говна, которым я являюсь уже на протяжении хуевой тучи лет. Не могу спать нормально. Не будь темной. Подготовка высококлассных водителей. Школа вождения Камикадзе. Подпишет. Инструктор в школе Камикадзе. Смотрите внимательно. Первый и последний раз показываю. Ну и завтра уже будет новый инструктор, послезавтра опять новый, послезавтра третий, ну и так далее. В Тюмени местный житель не стал ждать скорую помощь, очнулся и ушёл. Время лечит. Да, согласен. Нормально. Вот ты знаешь, что тюльпаны на ночь закрываются, пока нет солнца, а утром открываются снова. Как пивной ларёк? Как пивной ларёк. Финляндии перейдут на четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день. Напоминаю, что Финляндия до 1918 года была самой отсталой губернией в Российской империи. А сегодня входит стройка лучших стран мира по уровню жизни. Не знаю почему, но по человеку сразу видно, что у него андроид. Кто-то пишет. Ну, нетрудно заметить человека, который на хологе спокойно использует телефон. А что плохого в андроиде, я не понимаю. Я вот честно не понимаю, что плохого в андроиде или что плохого не в андроиде. Какая вообще разница? Каждый день я приклеиваю новую вещь моего отца к потолку. День три. Теперь это целый ботинок. Он пока ничего не заметил. Добежит день четыре. Батя приклеил меня к потолку. Пожалуй, останусь сегодня дома. Небась. Походи, сволочь. Русский пофигизм. Главное различие между криминальными док-фильмами в РФ и США. США, мы никогда не видели ничего ужаснее. Это было самое жестокое убийство в моей практике. Мы едва сдерживали слезы. Россия. Одна нога лежала здесь, другая там. Остальное в углу. Ну, собрали в пакет, повезли на экспертизу. Пути, заехали в пивной ларек. На Гиллити Роботикс начала продажи человекоподобного робота Диджит. Человекоподобный робот. Ты все пришел, Джигит? Что со мной? Бывает. Ты заразилась моей дислексией. Сара Коннор доставили. Ужас смешно. Сара Коннор оставила отзыв. Доставили бесплатно, хотя я ничего не заказывала. Ребенок в восторге. А мне интересно, какого размера этот робот? И какие функции выполняет? Просто так, как декорация или что? Или как питомец? Как питомец, спасибо. У меня Боб и Лаки уже есть. И Самсоха. И муравьи эти, которых я летом выпущу на даче. Вчера летел на самолете, заглянул в иллюминатор и забыл, куда лечу. По скриптум. Пилот. А, да, еще у меня есть на даче Микки и кошка Ася. Блин, господи, зверинец какой. Я на дачу приеду, летом вам запилю ролик про своих животных. Как раз они все вместе соберутся. Кто был ничем, тот станет всем. Когда стоишь в последнем очереди, рядом с тобой открывается еще одна касса. Рабочие. Теперь я сам определяю реальность. На окно пленку. Надпись на пленке. Зона диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Такое ощущение складывается, что с этой зоны пытаются сбежать зомби. Больше всего в уютных ламповых кафе я обожаю людей с ноутбуками. Поймите, на них держится мироздание. Это невообразимое зрелище. Шесть кружек кофе на столе и седьмая в руках. Везде конспекты, чертежи, документы, отчеты. Каждые две минуты слышно тяжелый вздох и тихая. Ну вы поняли. Турцию и Грецию засыпало снегом. Ты не туда воюешь, дебил. Российская комедия. Холоп. Собрала в прокате миллиард рублей. Могут ведь иногда снимать хорошие фильмы. Потом посмотрю УБЭДА. Интересно, кто режиссер, кстати говоря. Конечно могут, просто деньги отдают не тем людям. Люди без очков едят бесплатно. Мне и правда нужно платить, что видеть. Какого хрена? Друзья дорогие, не забудьте ознакомиться. Спасибо. Блин, а правда люди без очков? Спасибо за просмотр. Вы знаете, что делать. Ждем вас на стримах. Расписание, кстати, внизу. Ну и на следующих видео. До скорых встреч. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова